Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели! В эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». Сегодня 15 февраля 2016 года. Прошлая неделя была чрезвычайно насыщена событиями. Вопросов в студию по e-mail в реале физически люди задают очень много. И мы сегодня с вами поговорим и о встрече патриарха Кирилла с Папой Римским, и об обострении ситуации на границе Турции и Сирии, о конференции по безопасности в Мюнхене, на которой выступил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Мы попытаемся широкими мазками обрисовать ситуацию прошлой недели с точки зрения глобальной картинки будущего. Ну, во-первых, Турция. Во-первых, то, что происходит на границе с Сирией, то, что в результате слаженных действий международной коалиции, сирийской коалиции, прошу обратить внимание, там две коалиции, а в сирийскую коалицию входит Российская Федерация, Иран, подразделение Хезболы. И вот согласованными действиями при поддержке военно-космических сил Российской Федерации, город Алеппо, это северо-запад Сирии, произошел захват в котел этого города, и сложилась ситуация, которая, кстати, очень напоминает 1945 год, когда советские войска уже взяли практически в окружение Берлин, началась берлинская операция, вся западная коалиция буквально точно так же начала стремиться к переговорам для того, чтобы поучаствовать в разделе плодов победы. И вот эта ситуация, когда в Женеве срочно собрались переговоры, конференция по сирийскому вопросу, туда была приглашена самая разношерстная оппозиция, которая вдруг ни с того ни с сего начала выдвигать условия предварительные осаду, и конференция, в общем-то, сорвалась. Вот эти все попытки, они как бы символизируют ситуацию, сложившуюся в Сирии за последние четыре года. Дело в том, что Запад коллективный, который, собственно говоря, является основным выгодополучателем от смещения Башара Асада с поста президента и переформатирования Сирии, в результате которого нефтяные и газовые компании Запада получат, помимо ресурсов, связанных с прибрежной зоной, с вот этим вот, называют Сирию еще пробка Ближнего Востока, которая закрывает его со стороны Средиземного моря, вот эту ситуацию они вскармливали, выращивали почти четыре года. Буквально после 20 октября 2011 года, когда был убит Муаммар Каддафи, через Турцию стали забрасываться боевики, которые участвовали в боевых операциях в Ливии, и начала формироваться вот эта вот самая оппозиция, которая на самом деле в большинстве своем состоит из наемников. И вот эта ситуация, которая фактически привела к тому, что уже в середине прошлого года сирийская армия была обескровлена ресурсно, она потеряла большую часть территории Сирии, и вот в этот момент вмешалась Российская Федерация, и ситуация повернулась на 180 градусов. Получилось так, что за прошедшие пять месяцев сирийская армия при поддержке своих союзников не просто освободила густонаселенные районы, фактически Башар Асад на недавней пресс-конференции сделал заявление о том, что война может закончиться в течение месяца полутора. И вот эта ситуация, когда все планы, связанные с Сирией, нарушены, когда ситуация становится диаметрально противоположной, она вызывает панику. Эта паника приводит к тому, что со всех сторон, и особенно с западной стороны, начинают слышаться информационные атаки в сторону России. Понятное дело, все традиционно находят крайнего, и это крайняя Российская Федерация. Они говорят о том, что российские бомбардировщики бомбят мирные кварталы, что из-за бомбежек пригорода Валепа сформировалась большая группа беженцев, которые стоят у турецкой границы, и вдруг выясняется, что Турция этих беженцев не пропускает, хотя до этого она пропускала. И, собственно говоря, основной источник снабжения всех террористических групп, это, собственно говоря, и была проницаемая турецкая граница. В одну сторону и шла награбленная нефть, а в другую сторону шло снабжение, обмундирование продуктов, питание оружия, боекомплекты, средства связи, средства артиллерии и так далее. И вот в результате того, что Алеппо сейчас находится в котле, и фактически турецкая граница может быть взята вся под контроль правительственными войсками, снабжение всех террористических групп становится под большим вопросом. То есть война идет к своему финишу. И с этой точки зрения становится совершенно понятным то, что Турция не может с этим смириться. На самом деле здесь произошло как бы слияние разных интересов. У Запада свои интересы, связанные с тем, что Сирия, как пробка Ближнего Востока, закрывающая выход к Средиземному морю, перекрывающая самый рациональный, не горный, а равнинный путь проложения газовых газопроводов, которые могли бы из монархии залива отправить газ через территорию Турции в Европу. Кроме этого, есть еще геополитические интересы самой Турции, которая, как вы помните, в начале 20 века перестала, в результате Первой мировой войны, она перестала быть империей. Вообще, если, особенно молодежь, наверное, не очень знает, что в 19-18 веке Турецкая Ацманская империя по своей территории занимала колоссальные площади. Она простиралась чуть ли не до Марокко, то есть весь север Африки. Она занимала, в общем-то, территории всего Ближнего Востока и простиралась даже дальше, до Саудовской Аравии и до Персидского залива. И вот эта колоссальная территория по своей истории на самом деле имеет очень большое символическое значение. Когда формировалась Большая Россия, Россия формировалась в несколько этапов. Она была московским государством, тогда она распространяла свое влияние на другие территории, была присоединена Украина и так далее, и так далее. Так вот, Турция, которая концентрировалась на юге, она всегда была противовесом России. Турцию создавали венецианцы как государство, как разношерстное государство, в котором жило огромное количество народов. Вот точно так же, как сейчас на Ближнем Востоке живет большое количество народов, точно так же и Турция на протяжении всех столетий. Это было такое государство, которое было собрано из разных племен и разных народов. Был сформирован центр управления в Константинополе, и венецианцы, собственно говоря, и определили ключевую стратегическую роль Турецкой империи, которая заключалась в том, что это должна быть убийца или противовес для Большой России. И так было на протяжении практически 400 лет. То, что случилось после Октябрьской революции, когда Турция по итогам Первой мировой войны, в общем-то стоял вопрос о том, чтобы вообще переформатировать это государство, и мы видим, что как раз после Первой мировой войны образовались все современные государства Ближнего Востока. Иордания, Сирия, Сирия — это французская колония, британские колонии и так далее. Они отпочковались, они сформировали свое государство, но Турцию сохранили для того, чтобы она исполняла те же самые свои функции. Она должна быть противовесом России. Это связано прежде всего с тем, что советское правительство путем заключения Брестского мира, путем того, что была принята стратегия создания социализма в одной стране, она не стала выполнять предназначение глобальных элит, которые для России планировали совсем другой сценарий. И вот для того, чтобы это компенсировать, Турцию сохранили. История, связанная с это Турком, с переформатированием государства, с формированием единой турецкой нации. Это все вот звенья этой цепи. И на самом деле, вот сегодня, когда Турция проявила себя свои антироссийские внутренние глубоко заложенные притязания, когда Турция на самом деле за последние 25 лет, она-то на самом деле жила и развивалась за счет ресурсов самой России. Весь этот туристический поток, весь строительный бизнес, все рынки сбыта для турецкого в большей степени, я понимаю, что Турция, она торгует это со всем миром, у нее есть рынки сбыта и в Европе, но тем не менее, большую часть рынков сбыта Турция всегда имела на территории Российской Федерации. И вот сейчас, после сбития Су-24, после того, как были применены экономические меры ответа на эту провокацию, в Турции складывается достаточно сложная ситуация. То есть Эрдоган, президент Турции, он попадает в достаточно сложный временной капкан. Дело в том, что внутренняя экономическая ситуация в этой стране, она ухудшается с каждым днем. Закрываются отели, многие люди бросают свой бизнес, распродают той же Анталии, сейчас на продажу выставлено огромное количество отелей. Бизнес начинает задавать вопросы, а почему сложилась такая ситуация, почему мы поссорились с Россией, какие для этого есть обоснования. Журналисты, которые высказывают свои отрицательные оценки в отношении правительства Турции, они на самом деле попадают под жесткий полицейский прессинг. Весь интернет облетело сообщение о том, что на 28 месяцев посадили журналистку, которая в Твиттере написала пару мыслей против Эрдогана. Ее тут же арестовали и, в общем-то, посадили на кичу. Вот все эти события, они как бы показывают, что времени для Эрдогана, для того, чтобы сохранить устойчивость управления Турцией, не так много. Всегда война, она была таким, знаете, оправданием тому, чтобы, ну, закрыть глаза на внутренние проблемы и как бы все перевести на внешнего врага. Внешний враг в данном случае это Сирия, это Российская Федерация, при всем при том, что речь идет о суверенном государстве, Сирийская Арабская Республика, которая имеет свои государственные границы, признанные во всем мире. И вот здесь вот проявляется вся вот эта имперская сущность, я не хочу сказать турецкого народа ни в коем случае, а элит турецких, которые мечтают о восстановлении, о возрождении Османской империи в прежних территориях. А у них есть такие планы, и они на самом деле эти планы распространяют не только на юг, не только в сторону Египта, не только в сторону Сирии, но и в сторону Украины, в сторону Крыма и так далее, и так далее. Есть часть элит, которые рассматривают этот вопрос. И в результате этого Турция проводит действия, связанные с эскалацией ситуации на сирийской границе. Министерство обороны Российской Федерации даже сделало предупреждение, информирование журналистской общественности, связанное с тем, что Турция готовит провокацию на границе с Сирией. Вообще на самом деле поговаривают, что вот эта история с резким запретом на пролет наблюдательного самолета Российской Федерации вдоль границы Турции и Сирии, а нужно сказать, что существует международное соглашение, связанное с тем, подписанное Турцией, кстати, в том числе, что страны, соседи, имеют право осуществлять наблюдательные полеты для того, чтобы в качестве взаимного доверия проводить такие мероприятия, для того, чтобы делать общий анализ, общую оценку ситуации на границе. Так вот, когда Российская Федерация положила на стол турецким военным маршрут пролета, и этот маршрут пролета точно лег на карту, где рассредоточены артиллерийские части, где сосредоточены танковые части, радиоэлектронной борьбы, турки поняли, что на самом деле российскому генеральному штабу все известно, и это, по мнению многих аналитиков, ну, как бы отменило провокацию, которая должна была случиться немного раньше. Но, все это я хочу сказать вот к чему. На самом деле, вся вот эта напряженность, которая возникает, она связана с тем, что успехи сирийской армии при поддержке иранских военнослужащих и военно-космических сил России ведут к тому, что уже виден горизонт войны, уже виден ее финал. Это на самом деле подстегивает всех участников с той стороны, не только боевиков, которые грабят Сирию, не только боевиков, которые ее терроризируют, но и их спонсоров. А мы с вами из передачи в передачу говорим, что международный терроризм – это фейк, это на самом деле всегда, в любой ситуации, это ирегулярные воинские части какой-то из стран, которые являются выгодополучателем непосредственно терроризма. Все террористические акты, которые происходят в мире, в любой стране, это всегда ирегулярные воинские подразделения каких-то стран, которые решают свои внешнеполитические задачи при условии, что они не могут вступить в войну, они не могут объявить там нападения, бомбардировки и так далее, и так далее. Они вынуждены маскироваться, и они вынуждены вот таким вот способом решать свои внешнеполитические задачи. И вот эта ситуация, когда времени мало, и внутренняя ситуация в Турции накаляется, и ситуация с беженцами на самом деле не такая простая, то есть беженцы, которые заполонили Европу, и более миллиона их туда вошло, после того, как сирийская армия начинает освобождать населенные пункты, люди, будучи перемещенными лицами, хоть на территории Турции, хоть на территории Сирии, хоть на территории Европы, они начинают возвращаться на свои места, даже если там разрушенные дома, даже если там нет инфраструктуры. Люди возвращаются на свою землю, начинают отстраиваться, потому что жить у себя под охраной вооруженных сил Сирии, это ни в какое сравнение, по сравнению с тем, чем быть перемещенными лицами. Вал мигрантов, он резко спал, и сейчас фактически все мигранты, которые стучатся в границу, в двери на границе Турции, это боевики, которые бегут от бомбардировок российских военно-космических сил. И вот этот комплекс всех обстоятельств, он и указывает на то, что мы на самом деле находимся на пороге больших перемен, больших перемен на Ближнем Востоке. К чему они приведут, мы с вами посмотрим буквально в ближайшее время, проанализируем в наших программах. В любом случае, хочу сказать, что никакой паники, никаких напряженных ожиданий, все находится под контролем, все на самом деле, какой бы сценарий ни был, у руководства Российской Федерации есть ответные, мирные, как наша программа «Миролюбивая», точно так же и такие ответные меры, при которой нам удастся избежать большой войны на Ближнем Востоке. Прошла встреча в аэропорту Гаваны между патриархом Русской Православной Церкви и Папой Римским. Это событие на самом деле внесло очень большой ажиотаж, даже, можно сказать, волнение. Люди начинают задавать вопросы. Правильно это, неправильно. Встреча называется «Встречей тысячелетия». Хочу напомнить, что раскол христиан произошел в 1054 году, распалась на Западную и Восточную Церкви. И с тех пор, в общем-то, диалог церквей, в общем-то, не проводился. На Украине эта история развивалась по своему сценарию, даже образовалась определенная промежутка церковь, которая называется Уния. Она случилась в конце XVI века. И идея заключалась в том, что православные отправляли все свои требы, они служили богослужения, но, в общем-то, подчинялись Папе Римскому. Это случилось на западных территориях, это еще была территория Речи Посполитой. И, в общем-то, диалог церквей, он был затруднен. Практически тысячу лет на таком уровне иерархи церкви не общались. При этом нужно понимать, что латиняне или католическая церковь в православной традиции считается ересью. И очень многие православные задают вопрос, насколько это правильно, насколько это логично. Ну, во-первых, все говорят слова, связанные с концом времен, и о том, что объединение церковь даже предсказано. Хочу сказать, вот какую мысль с этой точки зрения, как управленческой точки зрения. Когда человечество находится на грани глобальной катастрофы, причем не только военной, но и гуманитарной, связанной с конфликтом цивилизации, когда исламская цивилизация приходит в Европу, когда кончаются ресурсы, когда способ производства не соответствует ожиданиям, когда в мире накопилось огромное количество всевозможных проблем, и климатических в том числе. Две церкви, одна, в общем-то, примерно в полтора миллиарда человека, вторая почти до миллиарда. Это колоссальная система управления. И в этой ситуации, когда необходимо повысить качество управления человечеством, этот диалог, он крайне необходим. То есть, когда управленцы высочайшего уровня, а управление — это процесс информационный, когда на проповедях, церквах, в храмах людям рассказывают о том, что происходит на белом свете, как жить и даже как принимать пост, это тоже управление в той или иной степени. И когда на таком уровне две глобальные системы управления, которые, в общем-то, направляют людей с точки зрения духовной жизни, сесть на такой диалог крайне необходимо, и тут, на самом деле, мне кажется, двух мнений быть и не может. Все, что касается религиозной составляющей, все, что касается тезисов, связанных с ересью, не с ересью, это вопросы второго плана. Сейчас стоят вопросы выживания, и мне кажется, что с этой точки зрения плохого там ничего нет. При этом хочу заметить, что в документе, который был подписан по результатам встречи, там очень много пунктов, Западная Церковь приняла ряд постановлений, приняла ряд постулатов, которые на самом деле тысячелетний конфликт между двумя церквами сглаживают очень сильно. При этом уступки с точки зрения, кто уступил больше, сейчас сделал именно Рим. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что эта встреча имеет колоссальное цивилизационное значение. В любом случае нужно общаться, нужно влиять друг на друга. И мнение очень многих православных о том, что Рим — это государство, что это государство, в отличие от русской православной церкви, которая не является государством, что это огромные спецслужбы, это банковская система своя, и так далее, и так далее, что по ресурсам Рим всегда был сильнее и мощнее, и всегда его ордена, в общем-то, проводили политику экспансии в сторону России. Но хочу сказать, что поскольку мы живем в мире приливов и отливов, все не вечно на этом свете, и на самом деле именно от православных зависит то, как будет развиваться этот диалог. В конце концов, все находится в наших руках, и весь мир, и вся картинка будущего, она на самом деле находится вот здесь. Вот какие мысли будут в голове, насколько будет конструктивная и позитивная позиция, и насколько управленчески правильно мы будем строить свои действия, вот так вот оно и сложится. Это что касается встречи Папы Римского и Патриарха Русской Православной Церкви. Вообще, если посмотреть на ситуацию, сложившуюся за прошлой неделю, и количество вопросов, которые задавали телезрители, радиослушатели во время частных встреч, во время переписки, они говорят о том, что на самом деле уровень понимания, уровень осознания, уровень подготовленности, вообще понимание того, как устроено управление человеческим обществом, у нашей аудитории вырос за последние годы на порядок. Это даже дело не в информационной войне, это просто время другое. Люди стали интересоваться политикой, и очень многие люди, например, даже без подсказок каких-то или приглашений к дискуссии, например, комитет 25 января, который сформировался, там есть Игорь Стрелков, там есть Максим Калашников и так далее, и так далее. Люди сами дают аналитические оценки этому событию именно с точки зрения управления, причем управления, знаете, не на уровне города, села, а на уровне государства. Люди, живущие на земле, прекрасно понимают, как устроено государство. Люди на раз, два, три начинают рассказывать, я просто пересказываю, начинают рассказывать, что да, мы действительно после 91-го года потеряли ряд преимуществ, связанных с суверенитетом. У нас финансовая система стала западной, мы вписались в Бреттон-Вудское соглашение, у нас Центральный банк, как и по всему миру. Это частная компания, которая на самом деле подчиняется ФРС. Да, у нас есть агентура Запада в разных структурах власти, но тем не менее мы понимаем, что у нас во главе государства стоит государственник, который преследует интересы народа. Это другая концепция управления. Это не та концепция управления, которая была во времена Ельцина. Вообще вопрос Ельцина тоже у людей очень такую интересную реакцию вызывает. И люди дают оценки действиям разных политиков прежде всего с точки зрения государственных интересов. А государственные интересы, я вам скажу, люди понимают достаточно, ну, конкретно и емко. Они говорят, все, что связано с улучшением условий жизни народа, все, что связано с увеличением рождаемости, все, что связано с тем, чтобы даже держать границы, даже не пускать мигрантов, ну, например, из зоны боевых действий там в Сирии или из арабских стран, держать территорию. Вот масса комплексов, плюс образование, плюс медицинское здравоохранение. Вот весь этот комплекс вопросов, который и называется государство, который и является договором между всеми людьми, живущими на этой территории и управляющим надстройкой, которая осуществляет управление всеми этими процессами в рамках договора, вот это есть ценность высшего порядка, потому что без государства на самом деле ничего хорошего не будет. Люди прекрасно понимают, что лучше жить в крупном государстве, что дробить — это сатанизм чистейшей воды, что Европу, когда раздробили после наполеоновских войн, и стали маленькие такие карликовые страны, которыми управлять, ну как квартиры, знаете, есть однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные. И управлять этими странами англичанам после наполеоновских войн, а основной выгодополучатель после наполеоновских войн — это Великобритания, стало очень просто, очень легко и очень удобно. А вот управлять глобальной большой территорией России, которая занимает колоссальные территории, и она выходит и в Тихий океан, и в Ледовитый, и к Европе, и в Средиземное море, намного сложнее. И получается, что наши элиты, которые веками управляли такими колоссальными территориями, имеют опыт управления, который в корне отличается от западноевропейского. Поставьте сейчас любого управленца, еврочиновника, который управляет, например, Брюсселем или каким-нибудь землей в Германии, поставьте его управлять даже какой-то областью Российской Федерации, которая по своей территории может перекрывать даже два европейских государства. И у него ничего не получится. Это совершенно другая культура управления, это совершенно другая концепция управления. И люди голосуют за это государство, потому что это, даже при всех его недостатках, при всем при том, что там хватает западной агентуры, как наследие 1991 года, люди голосуют за это государство. Это на самом деле очень важно и очень приятно, потому что государственнические интересы, устойчивость управления регионами и всей Российской Федерацией, это главная цель всех, в общем-то, сознательных граждан Российской Федерации. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин